Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье Никиты Михалкова и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В последнее время члены комитета, доблестные советские и российские актеры почтенного возраста, которые не испугались и объявили беспощадную борьбу, преступности и коррупции на территории России, переживают тяжелые времена. Только за последние два месяца на членов комитета произошло несколько нападений, в результате которых серьезно пострадали Лев Плещенко, Вячеслав Добрынин, Вячеслав Малежик, Никита Малинин и Игорь Скляр. Ну а вчерашнее нападение на известного актера Константина Хабенского, который получил тяжелейшие огнестрельные ранения, стало началом новой борьбы. У антикоррупционного комитета появился опасный и непредсказуемый противник – владельца развлекательного комплекса Крокус-Сити семья Агаларовых. Члены комитета требуют немедленного ареста одних из самых главных виновников трагедии в Крокус-Сити. Однако семья Агаларовых нанесла жесткий и опережающий удар по антикоррупционному комитету. На этот раз трагедия произошла в семье Никиты Сергеевича Михалкова. Сегодня утром в Москве на улице Тверской у подъезда собственного дома преступники совершили нападение с печальными последствиями на дочь Никиты Сергеевича, киноактрису и телеведущую Анну Михалкову. Судя по записям видеокамеры, трое преступников насильно усадили 49-летнюю женщину в черный джип и увезли в неизвестном направлении. Полиция и члены комитета сработали оперативно и незамедлительно. Уже через несколько минут после трагедии наиболее подготовленные члены комитета, артисты Максим Дрост, Евгений Сидихин, Александр Розенбаум вместе с Никитой Михалковым выехали к месту задержания. Судя по записям видеокамеры и данным полиции, нападение совершили те же преступники, которые накануне обстреляли скорую помощь, где находился Константин Хабенский. К сожалению, задержание закончилось трагическим финалом, как и для преступников, так и для семьи Никиты Сергеевича. Анна Михалкова получила три ножевых ранения и на данный момент находится в реанимации. Один из преступников погиб, двое были арестованы. На данный момент Никита Михалков лично участвует на допросе преступников. По словам главы антикоррупционного комитета, нет никакого сомнения, что в преступлении замешаны семья Агаларовых. Стало известно, что Никита Михалков уже согласовал со Средственным комитетом арест владельцев развлекательного комплекса «Крокус-Сити». Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В организации по борьбе с преступностью и коррупцией пополнение. Сегодня членом антикоррупционного комитета стала известная советская и российская актриса Светлана Крючкова. В Москве возбудили уголовное дело на известную певицу 90-х годов Наталью Гулькину предварительно за оправдание терроризма. Певица опубликовала в своем социальном аккаунте пост о смерти военкора Владлена Татарского. В команду Никиты Михалкова в качестве охранников вступили 4 участника спецоперации. Они будут сопровождать артистов во время важных проверок. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.